Сегодня набережная кампуса ДВФУ напоминает большую строительную площадку. Со всех сторон слышны дрели, молотки, суетливо бегают с разнорабочей, важно вышагивают электрики. Они здесь главный из действующих лиц. Практически все экспозиции улицы Дальнего Востока интерактивные. Вспомним, что гвоздем прошлого ВЭФ была елка из вяленой корюшки, представляющая Сахалин. Гости ее попробовали и решили, что Приморская гораздо вкуснее. В этот раз тоже, без сравнений, у них и у нас не обойтись. Первым сдает работу Хабаровский край. Их павильон уже почти готов. В год экологии хабаровчане решили сделать инсталляцию из экологических материалов – мха и дерева. Зато внутри павильон более чем современный. Мы наполнили павильон максимально интерактивными инсталляциями и попытались, чтобы попытаться донести всем участникам Восточно-экономического форума, что в Хабаровске очень много – это, прежде всего, регион, который постоянно развивается, очень много в нем связано с промышленностью, с новыми технологиями, с самолетостроением, кораблестроением, туристический потенциал у региона огромен. Вот это все мы попытались соединить. Более того, как заверили организаторы, к началу проведения ВЭФ в бухте Аякс пришвартуется корвет с радиоуправляемым ракетным оружием. Корабль был собран на Амурском судостроительном заводе и пристанет перед гостями форума во всей красе. С такой артиллерией тягаться в оригинальности остальным регионам будет непросто, но возможно. Это инсталляция от Чукотского автономного округа. Сейчас рабочие заканчивают монтаж 30-метрового кита из дерева. Внутри будет размещена интерактивная выставка, в частности, «Танец журавлей» и «Китариум». Интерактивная составляющая есть в каждом павильоне. Минприроды построил настоящий кинотеатр с панорамным экраном. Фильм о красотах Дальнего Востока будет транслироваться для всех желающих. Масштабностью стройки отличилась Амурская область. Ребята построили не павильон, а целый дом. Первая часть посвящена экономике региона. Мы расскажем о новых проектах, которые у нас запускаются. Это и сельское хозяйство, завод по переработке сои, это и Нижнебурейская ГЭС. Отдельная зона посвящена у нас космодрому Восточный. Любой посетитель сможет совершить 3D-тур по МКС. Также амурчане привезли с собой аппарат для продажи питания космонавтов. Гости смогут угоститься борщом, картошкой с мясом, котлетами из тюбиков. Кроме того, участники ВЭФ смогут приобщиться к мастер-классам по гончарному искусству и резьбе по дереву. Какие еще сюрпризы подготовили регионы, узнаем в день открытия форума. А после проведения всех официальных мероприятий 9 и 10 сентября, павильоны будут открыты для всех желающих. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.